Как быстро и беспроблемно продать свой автомобиль? Неважно какой. Об этом задумались хозяева вот этого Opel Crossland и приехали к нам в Новополск, аж с Витебска, для того, чтобы мы сделали красивый обзор и чтобы этот автомобиль продался именно у нас. Субтитры сделал DimaTorzok Ребят, Минск, Брест, Гробно, приезжайте. Так вот, автомобиль на самом деле хороший, 2019 год, здесь 1,5 дизелек, экономичный пипец. Машина сама по себе вроде как и кроссовер, но скорее больше полухэтчбэк, полукроссовер. Она небольшая, но она маневренная, легкая, этого дизелька ей прям хватает за глаза. Машину любили и понаписали у нас в акте приема прям кучу всего, что в ней делалось, это я, можно, зачитаю в салоне. В салоне, кстати, есть что посмотреть. Ну, по внешнему виду, вот я, как я могу судить, здесь все идеально. Прям вот, ну, абсолютно, куда ни посмотришь, здесь, ну, мне не до чего просто прицепиться. Вот она такая, как есть, красивый серый металлик, хромовые вставки. Вот это мне элемент, я бы, мать тебя, зацеловал бы. Черная такая, как типа стекло, оно что-то вот, ну, вы понимаете, о чем я, да? Некие закосы тут под минивэновские такие проставки, то есть большое остекленение, да? Какая резина, аудрекс, уже лето, кстати, стоит. Красивая, да? Ну, красиво. Да красиво тогда, красиво, я люблю говорить. Ну, и, конечно, внизу у нас пластик. Ни один нормальный, себе уважающий, ни паркетник, ни что-то в этом роде большое, ездивщее, типа, как бы везде, должно быть с этими проставками. Априори. Автомобиль отлично подойдет для больших городов. Мне кажется, он прям создан для вот сити. Бордюр, где-то припарковаться, на какую-то кочку заехать, плюс вот маневренность и размер. Вот прям вот, вот в Витебске он смотрелся идеально, в Новополоске будет смотреться не хуже. Обратите на это внимание. Апеля, это одни из моих любимых автомобилей за свою простоту, за свою надежность. Ну, механик вот наш Апеля любит. Серьезно, обратите внимание, кто бы там какие, не говорил про Апеля всякую чушь, нет. А мне вот Апель нравится. Мне были и Астра, и Вектор в свое время. И вот этот Кросланд, ну, он привлекает, он стильно сделан, причем здесь нет такого, знаете, как французские эти чебурашки непонятные. Нет, он красивый. Какая-нибудь девушка отсюда выйдет, парень выйдет, такой прям на стиле, в пиджачке, знаешь, такой с лакированными ботиночками пошел. Это здорово. Но проникаем внутрь и не забываем про мою шпаргалку, которую я засчитаю, что в машине менялось. Кстати, в парктронике он есть. Так как паркетник у нас даже, наверное, не среднеразмерный, а скорее мелкоразмерный, багажника большого здесь ждать не стоит. Что есть, то есть, то вы видите. Смотри, какой-то бардачок, там огнетушитель. Здесь вот какие-то... Ух ты. Смотри, как легко добраться. Блин, у меня же так добраться на динамике откручивается. Здесь вот так вот открыл, и все, и добрался. Что надо, там посмотрел, засунул, поменял. Девчонки, обратите внимание. Ну, правда, машина для девочки, прям, кажется, идеальна. У которой есть денежка, вкус и стиль. И желание ездить, чтобы всем нравится. Парня, это тоже касается. И не переживайте, автомобиль подойдет, как я же сказал, и мужчинам. А вот подойдет ли она пассажирам? Господа, ну, это место сами за собой. Вы все видите. И как красиво. Я так обожаю, когда салон комбинированный, когда он на контрастах. Смотрите, здесь черный, серый. И еще вот такое вот непонятное сочетание синего, черного, белого. И это смотрится классно. Прямо такое. Хочется посидеть. И еще момент плюс. Смотрите, здесь гладко везде. Боковой поддержки нет. Но за счет этого третьему пассажиру будет нормально сидеть. Всего не будет тут крутить-свертеть. Автомобиль не премиум сегмент, от чего мы не ждем. Здесь прям мягко, какой-то дорогой отделки. Но пластик качественный. И обратите внимание, он не поцарапанный, не закоцанный. Какой динамик стильный. А тут прям на стиле аппарат. А вот тут мне вот эта вся опелевская тема нравится безумно. Особенно вот этот минимализм в климате. Экран тебе тут большой. Что я стою, надо сесть. И тут парадокс за рулем. Автомобиль-то вроде небольшой, но тут сделано визуально все так. Так, а что это такое? Смотри, ух, нифига себе. А что это такое? Дефлектор дополнительный, чтобы это прямо регулировать прямо отсюда. Такого я не вижу. У нас есть еще проекция. Давай включим чуть-чуть. А, музыка запела. А-ха! Диско Ди Жанейро! Мне нравится. Вот, она вылезла, проекция. Так вот, здесь все визуально сделано так, чтобы ты чувствовал, что автомобиль больше, чем есть на самом деле. И это круто. Высокая вот торпеда. Сидишь прямо на тебе, смотри, попаду. Как она? Под бороду. Видите, что-то сегодня... Ладно. Длинная, комфортная. Вот здесь боковая поддержка, кстати, вот по моим габаритам хорошо. Не сильно сжимает, но при этом ты не катаешься по этой ерунде. А здесь, а что? Кнопки, смотри, тут всякие блокировки отключаются. Контроль полосы даже есть, да? Автомат, кстати, у нас полноценный стоит. Что тут еще есть? Небольшой, но, ну, это же маленькая машинка. Подлокотник у нас тут имеется. Чего еще тут? Надо-то для полного счастья. Ну, мультироль со всеми стандартными функциями. Ну, смотри, как это красиво. Нет, форма в этом автомобиле, наверное, ну, образцово-показательная. Мне очень нравится, как оно здесь сделано. В топ-5 самых, наверное, стильных, стильных. То есть, это на любителя, повторюсь, но вот я такое люблю. Вот. Ну, и все чисто, аккуратно. Зеркало здоровое, можно... Девчонки, ну, опять для вас две подсветки. Тут уже накрасишь, что хочешь, не промахнешься на свидание, понимаешь? И здесь две, да? И здесь две. Молодцы. Зачет. Я считаю, что владельцы приехали к нам не зря, прямо из Витебска. Мне было очень приятно покататься на этом автомобиле и снимать на него видео. Надеюсь, вам тоже понравилось, как и видео, так и этот автомобиль. Выходные скоро, самое время приехать. И не важно, где вы живете. Оформим за 10 минут. Отвечаю. Автохаус Грант. Контакты. Профили. Продолжение следует.